Паханые поселены, приходится пешкарусом топать. Метра сто пятьдесят, оно ничего для здоровья полезно. У ушки было движение, надеюсь, что это не обманка. Глянем еще немножко и скоро будем на месте. Заходил в болотных сапогах, а в этом году иду в тапочках, все кругом высохло. Засуха. Так, ловушку отвязал, сейчас буду снимать. Вот вам капушка леса, что я не вру. Вон там поле и вон там поле. И пчела еще возвращаются с поля. Все сто процентов не убрать, сейчас буду опускать. Ладно, давайте. Кстати, опускать надо в рукавицах, иначе можно руки обжечь. Так, следующий день, восьмое июля, жара. Снова 30 градусов. Так, ловушка Сергея. Знаете, еще у нее мудрость? Я говорю, я возьму ловушку. Бери, 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 бери. А знаете, почему он так сказал? Потому что он умный пчеловод. Ловушка, в которой пожили пчелы. Больше вероятность того, что в ней всегда будут уже поселяться пчелы. Не знаю, что за пчела. Если учитывать охрану труда, то я делаю не есть правильно. Сейчас поднимем, что я решил. Ребят, 8 июля. Я посажу во второй корпус. Скажем честно, в условиях Вологодской области данный рой не сможет уже набрать силу. Что есть, то есть. Шуруповер Сергея и оставит. Поэтому я что решил? Сейчас осмотрю силу семьи. Рой, по всей видимости, слабенький, поэтому матку я продам за рублей 500-600. Ребят, я не знаю почему. То ли пчела такая в этом году мне попадаются. То ли я такой добрый. Так, раёк слабенький. Поэтому его однозначно во второй корпус. Так, что здесь? Напрыск. Так, рамка полностью залита. И даже печатная, видите? И даже запечатали. Где-то килограмма такая. Три. И яйцо появилось. Оп-оп-оп. А вот и маточка бегает. Вот она маточка, если видите. Вот. Вот она, видите? Пчела, скажем, спокойная. Вот одна рамка расплода полностью. Печатная. Я не знаю, что в этом году с пчелой, но со всей пчелой в этом году работаю. Так, матка побежала дальше. Наверное, видно, да? Вторая рамка. Скажем честно, рой не перезимует. Поэтому его нужно объединять. Ребята, когда вы говорите, что я не совсем хороший человек. Так, здесь уже вышел расплод. Вот он, часть выходит. Вот усики появляются. Вот рождается пчела. Вот, наверное, видно. Где? Во-во-во-во. Видите? Усики режутся. Они режутся, в смысле пчела выходят? То есть где-то этот уже маленький рой висит порядка 25 дней. Ну, у меня произошли некие трагические события. Так что я, честно говоря, с пчелами особо заниматься мне и не было. Так что, поэтому я их объединю, матку продам. И медово-перговая рамка. Рой не очень большой, а здесь вообще она сухая. Вот такие дела. Сейчас посажу их во второй корпус через пленку. Матку выставлю на продажу. В принципе, пчела, сами видите, спокойная. Поэтому там полторы бутылки водки за плодную матку, я думаю, сейчас не такие большие деньги. В принципе, у меня все. Технические тонкости, как пересаживать во второй корпус буду. Ну, в принципе, по большому счету показывать нечего. Да, вот опять-таки полоски со средства. В принципе, все. Всем все пока. Всего доброго вам. Берегите себя и своих близких. Мы никогда не знаем, когда у нас настанет наш последний час. Всего доброго.